МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Скажите, на сегодняшний день точная информация о количестве, об интенсивности потока наших соотечественников, которые вынуждены сейчас переселяться, по сути, из своего дома в какие-то временные места, или же, возможно, думать о том, чтобы совсем надолго сменить адрес жительства, место прописки. Есть ли информация по этому? Смотрите, вот точная информация я не располагаю. Так как всем объемом беженцев не занимаюсь, мы сами работаем две недели в Киеве непосредственно. И тот объем людей, которые проходят через нас, в среднем, это было обращение 50, которые часть мы обработали. Эти люди приезжают в основном откуда? С кем вы говорили? В основном это с Луганска, особенно это случилось после того, как произошел взрыв возле обладминистрации Луганской. Со Славянска там много людей уже потеряли жилье во время бомбардировок, обработок артиллерийских. И, пожалуй, Донецк. Что до того, как информация о вашем центре попадает к людям, которые сейчас перемещаются? Ну, у нас есть страница моя в Facebook, в первую очередь. У нас на Майдане, напротив Киевской городской госадминистрации, штаб по переселенцам, стенд. И, в принципе, вот отсюда ищет вас. То есть информационной поддержки достаточно для того, чтобы люди нашли информацию? Да, 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 потому что люди по приезду в Киев в большей мере направляются именно на Майдан. То есть тягиваются в центр, потому что проще всего найти координационную эту точку, да? Всеволодцы, что же, что в вашем центре, какую помощь могут получить люди, которые приезжают? При помощи комитета по освобождению политзаключенных около Каханинского нам предоставили на арсенальные помещения. Это бывшие офисные помещения, которые при помощи киевлян мы обустроили для временного, так скажем, поселения. Мы своего рода выполняем функцию перевалочной своего рода базы. То есть когда человек приезжает в Киев, устроится, поселится в какой-либо пансионат или еще куда-то, это требует времени. Вот. И на тот момент, сколько ему нужно, мы поселяем именно у себя в Киеве. Вот. Ну и стараемся, мне периодически скидывают ссылки по трудоустройству. Ну и вот стараемся, пока работая в плане, юридической и психологической поддержки мы собираем волонтеров сейчас в одну целую команду. И надеемся, что в скором времени сможем эти вопросы решать. Ну, в команде в центре у вас работают и киевляне, и... Нет. По большей мере, мои земляки, я сам с Краматорска, которые вынуждены были переехать в Киев. Можете ли охарактеризовать вот портрет человека, который действительно из-за событий на востоке Украины был вынужден покинуть родной дом и приехать, вот, получив статус переселенца внутреннего? Кто эти люди в основном? В основном, это, в первую очередь, дети с молодыми матерями, молодые семьи, которые, ну, просто боятся свою жизнь. Это в первую очередь. Во вторую очередь, это те гражданские активисты, которые еще были в оппозиции бывшей власти Кену Ковичу, вот. То есть, которые были в оппозиционных партиях Яценюка, Тимошенко и так далее. Можем ли говорить о том, что люди, которые приезжают из разных городов восточных областей в поисках защиты, какого-то ощущения спокойствия, стабильности, в частности, в Киев, проходят через ваш центр? Как можно описать их эмоциональное состояние? В первую очередь, это дискомфорт. Людям надо донести, что им рады, что их готовы поддержать. Они считают себя, как мне показалось, несколько ненужными, то есть, мы стараемся этого доказать им обратно, вот. Но и в то же время, все рассчитывают, разговоры в основном идут о том, как это скоро кончится и как быстрее они пойдут обратно домой. Вопросы трудоустройства, расселения. Кто взаимодействует с вашим центром для дальнейшего решения этих вопросов? Потому что понимаем, что они достаточно насущные, какая-то медицинская помощь. И опять-таки понятно, что один вопрос временного размещения, другой вопрос постоянного размещения, там какой-то уровень комфорта, ну, опять-таки, обеспечения безопасности и чувство того, что наши соотечественники здесь нужны, они любимы, они получат достаточно внимания. Кто вам помогает в этом? Значит, при помощи Восток-СОС в городе Коростышеве Житомирской области сейчас действует пансионат Титерев. Вот. Он принимает молодых семей, молодые семьи. Вот. Там налажено питание. Это при помощи Восток-СОС. Вот. Также они помогают нам, там, первыми бытовыми необходимыми вещами. Начали помогать со вчерашнего дня. То есть это буквально процесс, да, который сейчас только начинается? Да, оно сейчас только начинает формироваться. А как давно вы сами приехали в Киев? Ну, я приехал еще 8 декабря на Майдан. Я активным был участником. У нас была полевая донецкая кухня. То есть еще с тех пор. И на сегодняшний день вот идея образования такого центра по приему помощи переселенцам как возникла? Это была какая-то коллективная идея? Это была идея кем-то озвученная? Ну, понимаете, вот на тот период, когда уже начались конфликты, там, боевые действия какие-то в Краматорске, я в тот момент находился там. Вот. И просто побыв в этой атмосфере, чисто с человеческой точки, позиции, у меня появилось желание в Киеве наладить вот центр помощи, в первую очередь для детей и женщин. Я приехал сюда, у меня были тут какие-то наложенные контакты, я хотя бы знал Киев, знал его суть сама. Вот. И, в принципе, огласил это в Фейсбуке у себя. И постепенно, шаг за шагом, начало что-то образовываться. Сколько людей вам помогает? Сколько людей откликнулось? Я так понимаю, что работа в основном информационная ведется у вашего центра через социальные сети. Как быстро откликаются волонтеры? И, в основном, кто, какие люди вам нужны? По поводу волонтеров, как бы, они не столько через соцсети возникают, сколько сами жители Востока предлагают свою помощь. Как бы, они тоже хотят себя чем-то занять и в то же время помочь нам и вообще окружающим. Вот. А при помощи Фейсбук-страницы, скорее, это помощь материальная. То есть, когда у нас было пустое помещение, нам завезли карематы, нам завезли раскладные кровати, постельное белье, средства личной гигиены и какие-то продукты. И какие-то бытовые условия просто начали потихоньку налаживаться? Да, постепенно. Постепенно. Если мы будем говорить о помощи от города, на уровне города-государства, какую поддержку вы ждете? Нужна ли она вам? Ну, в первую очередь, существует такая проблема. У нас есть пенсионеры, которые через нас проходили, так как социальные выплаты, и в том числе пенсии, в Краматорске и Славянске приостановлены. То есть, те люди, которые приезжают сюда, им необходимо эту пенсию восстановить, выплаты. Мы обращались в департамент соцполитики, не так давно там начали выдавать справки о том, что определенное лицо вынуждено переехать с областей проведения АТО. И с этой справкой человек может обращаться в пенсионный фонд, в местные больницы и так далее. То есть, эта проблема практически решилась, да, и вы нашли такой механизм, которым бы можно было решить достаточно сложный вопрос? Все только начинается, все только формируется. Ну, пока, да, вот, по такой системе. Кроме пенсионеров, что касается деток, сейчас понимаем, что летние каникулы, но опять-таки в состоянии вынужденного изменения места жительства, понятно, что взрослым, может быть, сейчас не так много времени удается уделять детям. Что с ними? Что с расселением, устройством в дошкольные учебные заведения, школы? Потому что мы понимаем, что 1 сентября, опять-таки, начнется учебный год в стране. И те дети, которые сейчас уехали из своих родных школ в тех местах, где проводится анти-тернативистическая операция на востоке Украины, они должны будут успевать за курсом и не отставать от своих сверстников. Ну, как бы сейчас люди заняты первоочередными бытовыми вопросами по приезду сюда, и, допустим, пока конкретных вопросов нам не задавали, как быть с учебой. Ну, я думаю, скоро эти вопросы начнут задавать, как люди только более-менее обустроятся и начнут думать о будущем. Люди приезжают оттуда, вот как они спаслись, они вот это самый основной вопрос решили, и вот в течение какого-то времени они начинают только думать о том, как жить дальше. То есть какой-то адаптационный период после вот того стресса, да, люди приезжают, сначала начинают понимать какое-то время, что они находятся в безопасности, и только потом возникают вопросы об устройстве и быта, и детей. Пока вопросов не возникало. Понятно. Всеволод, вопрос к вам, скажите, опять-таки по той информации, которую вы получаете от людей, которая проходит через ваш центр, как людям удается уезжать? Мы слышим, что и препятствует, и затруднено автомобильное движение, автобусное, с поездами непонятно, переносится расписание, поезда меняют свои маршруты. Как в основном люди едут с Востока в Киев? Не только в Киев, мы знаем, что и Тернополь принимает, и Львов принимает, и Западная Украина, Николаев, Одесса, Запорожье, Днепропетровск. То есть везде есть центры, пункты, которые работают по вашему принципу на добровольных началах, а также есть государственные учреждения, которые поддерживают работу подобных пунктов. Как уехать, получается, у людей? Ну, в первую очередь схожу за Славянск, Краматорск, Константиновку. Еще давно, еще в начале мая, железная дорога была перекрыта, то есть она не работала. Но регулярно, кроме Славянска, со всех городов идет межгородские рейсы автобусные. Это до сих пор, это везде. Они работают? Что касательно Славянска, там, возможно, там проблемно, много препятствий, много блокпостов, но со Славянска реально выехать автомобилем. Были случаи, когда люди уходили пешком. То есть вплоть даже до того, да? А что же касается блокпостов, насколько вообще, какие препятствия, что проверяют, зачем они стоят? Ну, зачем стоят, я не могу вам сказать, зачем они стоят. А что касательно препятствий, просто у людей, люди переживают при виде того, когда человек заходит с автоматом в автобус, они спрашивают документы, по большей мере, и все. Проверяются машины, просто, насколько я понимаю, люди просто боятся. То есть именно фактор страха, который влияет вообще на ощущение собственной безопасности, и понятно, что когда какие-то люди, которые не принадлежат к легитимным воинским образованиям, которые действительно имеют право носить оружие, осуществляют какое-то правоохранительное действие, просто непредсказуемо, что они могут сделать. Севолод, на что в основном обращают внимание наши соотечественники, приехавшие из восточных областей, с какими проблемами, на что жалуются? Может быть, были какие-то ситуации неразрешенные, с которыми они, возможно, столкнулись, и пока еще не был найден ответ, опять-таки, по примеру пенсионеров, которые не знали, как получать пенсию здесь, на месте, уехав из родного города. Ну, я уже говорил, проблема номер один после поселения, это трудоустройство. Потому что людям надо за что-то жить, все стремятся, конечно, сразу арендовать жилье, в Киеве, под Киевом. Источник дохода, это самое главное. Об этом любой человек, практически любой, задает этот вопрос. А если вспомнить, опять-таки, о том, что работа просто жизненно необходима, человеку, который вообще, в принципе, живет в Украине, как рынок труда принимает людей, которые приезжают с Востока? Вообще, насколько широкий тот спектр вакансий? Опять-таки, есть ли взаимодействие с какими-то службами по трудоустройству? Ну, вот, я не знаю, специфика наших людей, вот, Донбасса того же, да? Наши государственные структуры, та же самая, центр по обеспечению, по трудоустройству, да? У нас работал очень плохо, вакансий актуальных сюда было много, но соотношение оплаты труда и качества труда, то есть у нас люди очень плохо относятся к таким структурам, они им не верят. Не верят, потому что чего-то там достойного, найти какую-то работу достойную, найти очень сложно. Ну, а готовы ли люди идти, вот, по крайней мере, на какие-то временные меры? Потому что понимаем, что процесс обустройства, он все-таки за один день, ну, невозможно его пройти на все 100%, возможно, временное жилье, временная работа, позже, понятно, что появятся перспективы, знакомства, понимание того, где можно жить, с кем можно контактировать, найдутся друзья, родственники, просто вот единомышленники. Насколько это понимают те, кто приезжает с восточных областей сюда? Да, в принципе, понимают, и довольно-таки активно ищут, даже среди черновых работ, какую-то занятость, грузчики, охранники. У меня есть несколько людей, которых вот собеседование в понедельник у одного, моего землякассы Краматорская. Вот, то есть, на любую готовую работу, просто единственное, что им нужно, точнее, желательно, это ежедневная или понедельная оплата, так как месяц прожить, это нужен какой-то резервный ресурс, да? У них их нет, у некоторых. У некоторых есть, и, конечно, этой проблемой не озадачено. Что касается юридического официального статуса переселенцев, тех людей, которые приезжают, покидают свои дома, что с этим, как это оформляется юридически, этот статус, что он дает, и что бы, ну, вы бы хотели порекомендовать, чтобы он давал? Ну, после событий в Крыму был принят закон в Верховной Раде, да, о временно оккупированных территориях, и статус вынужденного переселенца жителям Крыма присваивался, и присваивается до сих пор. Но определенный период времени, какого-то спецстатуса жителям Донецка и Луганска областей не было. И буквально, если не ошибаюсь, около недели назад тот же департамент соцполитики, о котором мы с вами уже говорили, начал выдавать вот пока что справки. И, в принципе, тот статус, который имеют сейчас крымчане, такой же статус имеют вот жители Донецкой и Луганской областей. Что этот статус дает? На сегодняшний день ощущаете ли вы вот те соцгарантии, которые государство определило в отношении статуса переселенцев? Ну, тут получилось так, что статус присвоили, и на том дело, в принципе, и закончилось. Единственное, это может быть сопроводительным документом в каких-то учреждениях медицинских, образовательных, в пенсионном фонде. Но финансовая помощь, помощь с жильем и так далее, любой помощи, даже медицинской, ну, то есть реально, конкретно, необходимой самой, я пока не видел. То есть пока она не ощущается, да только на уровне волонтерских организаций, а вот сам процесс вот только начался с справки, да, по сути, которая выдается. Да, справка, это сопроводительный документ просто, который показывает, кто человек и откуда. Всеволода, а можешь теперь комментировать ситуацию с политическими взглядами, с мнением тех людей, которые приезжают из восточных областей? Мы знаем, что в восточных областях, ну, определенное мнение сложилось, да, о том, что происходит вообще в Украине, о том, что происходит в Киеве, о том, что происходит, не знаю, в западных регионах, в южных. Понятно, что свое видение ситуации, меняется ли это видение после того, как люди приезжают, опять-таки, в западные города, в центральные, в южные. Что говорят переселенцы? После того, как они сталкиваются с все-таки вынужденным, но переездом, и когда они приезжают в другой город, в другую жизнь, по сути, сталкиваются с тем, с чем они не сталкивались, но о чем много слышали. Ну, вот смотрите, допустим, с тех областей, о которых мы с вами сегодня говорим, да, люди, у людей есть два варианта, в принципе, куда выезжать. Одни идут на Крым, в Россию, другие идут к нам на Украину. В Киев и другие областя. То есть, уже выбирая точку, место, в которое ты будешь ехать, в принципе, они уже, тут уже человек, если он поддерживает единство Украины, да, он уже ездит в Киев. Тот, кто поддерживает идею народной, Донецкой народной республики, Луганской, он едет там в Крым. То есть, еще там, на местах, уже они определяются по политическим взглядам, кто к кому относится. И, следовательно, если мы находимся в Киеве, то люди приезжают с такой позицией, что ДНР, ЛНР их не устраивает. То есть, люди, которые в любом случае покидают свои дома, они уже понимают, что они сталкиваются с той позицией, которая противоречит их внутренней позиции, ощущениям того, как это должно происходить. Алексей Волод, вы говорите о том, что люди переселяются в разных направлениях, в разных городах. Ваша организация взаимодействует с подобными вашей и на каком уровне? О каких подобных центрах еще мы можем рассказать, для того, чтобы, опять-таки, повысить информативность? Ну, пока, вот, буквально на днях налаживать начали работу с Востоксос, мне периодически приходят ссылки, точнее, не ссылки, а контакты тех людей, которые готовы оказать помощь во Львове, в Белой церкви. Вот. Это в формате личных сообщений, то есть, номера координаторов и описание количества мест, и области, и города. Вот. Это пока на уровне, вот, просто личных, так скажем. Вот сообщений. Пока Востоксос, больше мы ни с кем, пока не налаживали контакты. Если говорить о том, насколько охотно люди, которые приезжают в Киев, потому что знают, что центр, потому что знают, они придут, грубо говоря, на Майдан, да, и увидят пункт, где можно получить помощь. Насколько живо они откликаются, реагируют, может быть, на предложение, опять-таки, воспользоваться подобными центрами во Львове, в Тернополе, в Одессе, в Николаеве, Днепропетровске. То есть, вот, эта информация о том, что не только Киев принимает сограждан своей страны, которые вынуждены уехать из своих домов. Ну, как бы, понимаете, вообще зачастую люди все-таки рассчитывают остаться в Киеве по той причине, что, по ихнему убеждению, здесь максимально много, больше шансов, чем в сравнении с другими городами, опять же, по трудоустройству. Вот. То есть, если они, допустим, я предлагал недавно людям, буквально утром, вот недавно совсем, предлагал людям поселиться в Ивано-Франковской области, в поселке. Вот. То есть, там тоже предлагают... Это, я так понимаю, вот по линии координации, да? Просто есть адрес координатора, который сказал, что есть возможность, место, да? Да. Вот. То есть, людям надо... Крупный город, во-первых. Во-вторых, как бы, Киев. Много, кстати, людей во Львов не хотят ехать по причине незнания украинского языка. У нас активно не используется. В разговорной речи мы говорим по-русски. Ну, а вы знаете, что Львов прекрасно говорит по-русски? Это их мнение просто передают. А, просто мнение, да? То есть, ну, я думаю, что ситуацию тоже... Ну, есть такой вот у людей стереотип, и они считают, что... Мы не поедем во Львов, потому что мы не знаем языка, на котором там говорят. Да, да, да. То есть, никаких там... Ну, вот просто они считают, что им будет неудобно там разговаривать по-украински. Вот, ну, есть такое вот предупреждение. Ну, опять-таки, возможно, как один из пунктов работы и целей вашего центра, наверное, можно будет объяснить действительно, что для того, чтобы поверить, наверное, можно и проверить, просто съездить один раз во Львов, съездить в Иоанна-Франковске и понимать, что абсолютно такие же люди говорят на том же языке, по крайней мере, прекрасно его понимают и прекрасно к этому относятся. Относятся. Всеволод, у нас буквально есть две минуты. Скорее к вам, наверное, не вопрос, а возможность обратиться сейчас через телеэфир к тем, кто действительно может помочь, к тем, кто, возможно, может решить какие-то вопросы насущные, которые возникают. Пожалуйста, готовы к ответственности. Не, ну, в первую очередь, как бы, просьба будет к киевлянам, да? Киевлянам, тем, которые располагают именно ссылками на трудоустройство. Это первоочередная проблема. Первоочередная. Вторая проблема – это увеличение. Вот моя цель, да, максимально увеличить качество комфорта там, где люди у нас живут. То есть вот этого перевалочного центра, из которого потом происходит координация при расселении, да? Что необходимо центру? В первую очередь спальные места, то есть именно кровати. Это именно мебель? В первую очередь кровати. Кровати, постельное белье и средства личной гигиены. Вот это то самое необходимое. А так, в принципе, как бы... А так все остальное прорвемся совместными усилиями. Да, главное трудоустройство. Главная ссылка. А если, допустим, человек знает, что можно устроиться туда-то, туда-то... Предоставить рабочее место, либо организовать, либо же оно освободится, либо кто-то где-то что-то слышал, да? Да, у нас есть учителя, у нас есть люди с высшими образованиями, их достаточно много, людей опытных. Есть педагоги, встречались, понимаете? То есть много интеллигентных, образованных людей на самом деле. Севолод, ну и куда же обращаться? Как наладить с вами контакт, адрес? Ну, в Фейсбуке страница есть... Как называется группа? Не группа, это моя страница. Мы не стали создавать группу по тем причинам, что ее надо время раскрутить. Вот так как бы страница имела уже какой-то там трафик посещений, да? Вот. В поиске, если набрать все в очербак, город Киев, я думаю, вот самый лучший метод. Я думаю, что состоится определенное количество контактов после того, как мы с вами побывали в эфире на телеканале БТБ. Я благодарю вас сегодня за разговор, за рассказ. Пожелаю вам удачи в вашем действительно хорошем начинании. Ну и действительно совместными усилиями можно будет преодолеть все трудности. Сегодня в национальном интересе на БТБ мы говорили о переселенцах из восточных областей Украины. Мы говорили с координатором Центра переселенцев с Востока Всеволодом Щербаковым. Меня зовут Николай Матвеев. Мы с вами увидимся на БТБ. Будьте с нами.